Экспериментальная группа ТАИМа уже несколько недель работает над новогодними чертежами. Здесь создают металлические фигуры, которые вскоре засияют светодиодными огнями. Эти конструкции украсят площадь Ленина территорию возле Дворца искусств, парк культуры и отдыха. Остались последние штрихи. В голове картинку держать, представлять, что ты делаешь и как это сделать. Когда распад лечь и не спиться, думать об этом. Может, как внук еще будет кому-то покажется, что вот дед делал. В этом году новогоднюю инсталляцию ТАИМа пополнят зодиакальные часы, кролики – символ 2023-го и логотип предприятия. Сейчас электромонтеры вешают гирлянды. Разноцветные светлячки загорятся уже в декабре. На данный момент мы, можно сказать, на 90% уже готовы к запуску иллюминаций. Совместными усилиями электроучастка, конструкторов, талантливых сварщиков мы добиваемся таких конструкций и намерены дальше развиваться в этом направлении. И с каждым годом радовать все больше и больше жителей нашего города. На площади Ленина залили каток. Коробка разместилась прямо у главной елки. Размер 30 на 17 метров. Ограждение смонтировали сотрудники ДЭПа. Здесь же откроют пункт проката коньков. Рядом с универмагом установлена и новогодняя фотозона. Госэнергогазнадзор рекомендует жителям города Бобруйска при украшении к новогодним и рождественским праздникам своих жилищ, дворов, балконов, окон, квартир, использовать гирлянды напряжением не выше 42 вольт. При использовании гирлянд напряжением 220 вольт применять устройство защитного отключения. Декабрь еще не начался, а вечером уже зажигаются сотни огоньков. Совсем скоро их станет в разы больше. Город превращается в настоящую сказку. В этом году бобруйчан ждут сюрпризы. А пока их готовят, можно создать новогоднее настроение самим. Украсить дом, есть мандарины и смотреть рождественские фильмы. Ольга Васенда, Станислав Чечерин, Бобруйск, 360.